Мортал Спиритус Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Мортал Спиритус. Меня зовут Малена. Я продолжаю рубрику «Ответы на вопросы подписчиков». И в одном из них меня попросили раскрыть понятие «божественная маска». Ну что же, поехали! Итак, божественные маски — это символы, в которых мы идентифицируем и относимся на сознательном уровне к типам энергии и сил, которые представляют божество или демо. Ну и давайте разберём всё более подробно, ясно, чтобы вы поняли меня и уяснили материал, который будет представлен в рамках данного видео. Любой бог, любое божество, богиня, дух и всё прочее — это своего рода божественная маска по отношению к той силе и той энергии, которую он воплощает. По сути, через этот лик, через эту маску, через проявление этой энергии мы общаемся и взаимодействуем с силами, взаимодействуем с богами. То есть это определённый лик. Также этот лик внутри себя может иметь множество различных масок. Приклейте, пожалуйста, внимание на богиню Кали и Гекату. У них есть целое множество масок, которые также имеют своё имя. Также обратите внимание на богиню Лилит. Изначально старший Лилит имеет множество масок. Мать-тьма, мать-демонов. То же самое касается и тех демониц, которые являются самостоятельными личностями и одновременно частью её. Я имею в виду Аград Бат-Махлат, Нааму, Эйшет-Зенуним и прочих. То есть смотрите. Если мы будем рассматривать Личность человека, мы можем идентифицировать его черты, характеризуя их определёнными прилагательными. Добрый, хороший, злой, гневливый в рамках программы, которая находится внутри Грегора, внутри энергии. Если мы будем использовать эти самые имена прилагательные, то вряд ли мы сможем каким-то образом произвести ритуальное действие. Но если это та или иная черта внутри Божественного канала, внутри Грегора обретает определённое имя, мы можем работать непосредственно с той энергией, которая нам необходима. Даже в отношении пантеона языческого посмотрица. Например, Мару мы почитаем в разные периоды времени и воспеваем разные её качества. Это также своего рода Божественные маски, где характеристика времени года является определённым ключом к работе. Скажу кратко о Кимбанде. Исследуя данное направление, вы можете просмотреть, насколько есть эта многоликость в процессе своих исследований. В отношении гаитянского Вуду примером является, например, Эрзули, в природе которой есть Эрзули Фреда и Эрзули Дантор. То есть это совершенно противоположные энергии, которые сочетаются в рамках одного Духа, и которые мы можем призвать. Что касается ритуальной работы, призвать вы можете как само Божество, как сам лик, и обращаться к нему с просьбой. Естественно, вы будете выбирать тот лик, который будет отвечать вашей просьбе, который способен вам помочь. Но это никак не касается жреческой работы, потому что если вы уже очень глубинно работаете с энергиями, они будут вас поддерживать в любом случае, независимо от программы канала, с которым вы работаете, с которым вы взаимодействуете. То есть вы можете, вернёмся к ликам и маскам, то есть вы можете непосредственно обратиться к изначальному Божеству без упоминания имён этих самых масок и попросить о необходимом. Также, естественно, вы можете, в принципе, обратиться к лику этого Божества, но в этом случае вначале выполняется призыв изначальной энергии первичного имени, а потом уже определённой маски, которая воплощена, которая излучает определённую черту характера, определённую программу энергетического канала, с которым вы работаете, с которым вы взаимодействуете. Вот в этом, в принципе, раскрывается суть Божественной маски. Попросили меня также немножко рассказать про ритуальные маски. Вы знаете, значений их в магии огромное множество. Кто-то скрывает свой лик от сил, для кого-то этот инструмент, который его включает для ритуальной работы, например, демонологии, направлений в Улю, также такое используется, ритуальная маска, которая заряжается определёнными энергиями, на неё наносятся символы, и через ритуальную работу, через практики у человека происходит как бы единение с нужным каналом Божества или Богини. А вот так, по самому, всё сложно, интересно и своеобразно. Ну что же, надеюсь-то, что лекция оказалась для вас, небольшая лекция оказалась для вас полезной и интересной. Присылайте мне свои вопросы желательно ВКонтакте, потому что здесь я комментарии смотрю не очень часто. Так просто будет намного эффективнее. Ну что же, благодарю вас, всего доброго, берегите себя и своих близких. Пока!